Русский хоббит-отшельник Привет, дорогие друзья! Это Хоббит-отшельник У меня время от времени спрашивают по поводу моего имени Русский хоббит-отшельник И я думаю, что пришло время рассказать вам эту замечательную историю Началась эта история тогда, когда я поселился на обочине шоссе Ко мне стали приходить любопытные и утверждать, что я отшельник А я пытался их в этом переубедить А потом в гости приехал замечательный журналист Вадим Кондаков И назвал меня хоббит-отшельник И я с этим согласился Здравствуйте! Можно в гости к вам? Добро пожаловать! Спасибо! Мне, человеку, привыкшему жить в квартире, в Юриной землянке, ну, мягко говоря, непривычно Пол и стены здесь земляные, а единственное окошко смотрит в небо В общем, стиль минимализм Сами копали эту землянку? Или было что-то уже? Ну, сам, тут никаких проблем вообще И долго копали? Да никакие, ну, то есть, человек такую штуку может выкопать, типа, за неделю, например Вопрос о том, почему он здесь, Юре, похоже, не нравится Ведь он вкладывает во все это некий смысл, о какой не говорит Самый ответ такой, самый, как бы, самый простой, самый понятный, на самом простом уровне Это вот, типа, у меня нет дома, я вот здесь живу, это мой дом, я его построил Вадим Кондаков, Станислав Феофанов, Настоящее время Здравствуйте! Меня зовут Юра, я человек, который живет на планете Земля А через некоторое время телекомпания Аль-Джазира дала мне имя «Русский хоббит» И с тех пор я русский хоббит-отшельник Я родился, жил, учился, снова жил и работал А потом мне все надоело Как говорили древние римляне Nomen est omen Что значит, имя это знак Которым люди означают окружающее явление В соответствии со смыслом или без такового Всего хорошего, дорогие друзья И придавайте значение окружающему вас миру Кстати, Петрушка получил свое имя тоже не случайно А в честь героя капитанской дочки Пушкина Петра Гринева Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok